Илья Кукулин, тоже высшая школа экономики и Центр гуманитарных исследований Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Влияние социально-философских идей Александра Богданова Малиновского на формирование советской интеллигенции. Пожалуйста. Добрый день. Начать нужно, по-видимому, с того, что наследие Александра Богданова, который настоящий фамилий Малиновский, в последние приблизительно 20 лет изучается со все возрастающей интенсивностью. Однако есть несколько проблем, несколько проблемных зон, которые оформлено остаются, как мне кажется, почти что слепыми пятнами этого исследования. Первая из них связана с связью Александра Богданова с эпохой модернизма. Александр Богданов изучается как предшественник общей теории систем, как утопист, который приписывал мистическую силу переливанию крови и исследовал переливание крови с натур философских позиций, как революционер, как автор фантастических романов. Но достаточно мало исследователей работают с тем, как это все собирается вместе. И наследие Богданова удивительно хорошо разбирается по частям, и эти части удивительно хорошо контекстуализируются по отдельности. Вторая же проблема связана с тем, что творчество Богданова было полузапрещенным или запрещенным еще при его жизни. Сложилась в 20-е годы при жизни Богданова парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, каждый год почти в первой половине 20-х переиздавался курс политической экономии, написанный Богдановым, который использовался в качестве учебника. С другой стороны, Богдановы, империохлитицизм, обличенные Лениным в книге с труднопроизносимым названием, они обличались со всех трибун. И это приводило к совершенно шизофреническим эффектам, вроде того, который мы можем наблюдать в книжке Алексея Ганна, одного из основоположников искусства конструктивизма. В его книге «Мунифестик конструктивизм», который вышел в Твери в 1922 году, происходит следующее. Сначала Ганн долго обличает всех своих потенциальных врагов, в том числе империокритицистов, подагриков и паралитиков, после чего начинает страницами цитировать того самого Богданова, который, собственно, и был самым главным империокритицистом. И из этого истекает вопрос, какое влияние оказали идеи Богданова на последующее развитие советских идеологических конструктов. Например, Вячеслав Полонский утверждал, что в 1920-е годы в СССР было выработано всего две самостоятельные концепции «Социальные роли искусства» — концепции Троцкого и Богданова. И здесь очень существенный момент состоит в том, что Богданов среди дореволюционных марксистских и большевистских теоретиков был одним из тех, кто едва ли не больше всех говорил о том, как должен быть устроен новый человек, тот самый, о выработке которого хлопотали большевики. При этом, как совершенно справедливо отметил Александр Дмитриев в одной из своих работ, понятие личности для большевиков было скорее, для большевистских теоретиков, было скорее полемическим. То есть они отталкивались от того, что от идеи буржуазного индивидуализма говорили, что в будущем личность будет коллективисткой и так далее. Однако Богданов в наибольшей степени говорил о психологических и, пользуясь более поздним языком, феноменологических выводах из этой предпосылки. Ни Ленин, ни Троцкий, ни даже Луначарский столь серьезного внимания этому вопросу не уделяли, но я считаю, что в результате их усилий личности рабочих или граждан будущего социалистического государства изменятся сами собой или по каким-то образцам, например, литературным. И здесь очень важно обратить внимание на книгу Богданова «Новый мир», в которую входит очерк «Собирание человека». Эта книга вышла впервые в 1904 году, а впоследствии в 1920, это уже было третье издание. И известно, что Богданов сам уделял очень большое внимание переизданию своих книг. То есть его книги переиздавались не только потому, что они были коммерчески выгодными, а частые не столько потому, что они были коммерчески выгодными, сколько потому, что Богданов вкладывал в это собственные деньги. И Богданов доказывал, что сознание современного отчужденного частичного человека может снова стать цельным только через установление равноправного общения с другими такими же сознаниями в результате физического или умственного труда. И в 1912 году для иллюстрации и конкретизации своих идей Богданов написал книгу «Инженер Мэнни». Замечу, что Горький, у которого отношения с Богдановым были очень сложными на протяжении почти всей их жизни, эту книгу весьма оценил и называл «умной вещью». И «Инженер Мэнни» — это фантастический роман о путешествии на Марс, в котором одна из главнейших идей — это подчинение человека над личной идеей. Но заметим, что над личной идеей подчиняется не коллектив, не народное движение, а частное лицо. И Богданов, его тексты являются достаточно противоречивыми в том смысле, что он постоянно говорит о необходимости будущего коллективизма, но при этом весь этот коллективизм понимает как федерацию частных лиц, объединенных над личной идеей и этой идеей управляемых. И моя основная гипотеза, которую позволю себе изложить вот сейчас, состоит в том, что советская власть использовала эти концепции для создания специального типа риторики, обращенной к интеллигенции. Для того, чтобы приручить и подчинить психологически себе интеллигенцию дореволюционного призыва, и для того, чтобы сформировать новое сословие интеллектуалов, которые будут безоглядно лояльны советской власти, нужно было использовать риторику именно такого типа. И я сразу скажу, что эта риторика транслировалась через два канала. Об одном я написал подробно в своей презентации, опубликованной в дропбоксе конференции, о другом скажу сейчас. Первый канал это было творчество Горького, который испытал большое влияние Богданова, несмотря на то, что потом они поссорились и многие годы, как я уже говорил, находились в очень сложных отношениях. Но коллективистское представление Горького о творчестве, хорошая оговорка, значит, оно транслировалось через его тексты, особенно в 30-е годы. Вторым каналом трансляции идей Богданова, который был, как я уже говорю, полузапрещен, и упоминания его имени в печати были ограничены, было творчество поэтов-конструктивистов. Первый же манифест конструктивистов, который назывался «Знаем», опубликованный в 1923 году, был полностью построен на богдановской риторике. Впоследствии это использовалось их политическими противниками для нападок на конструктивистов в печати. Например, была статья, обличавшая богдановское влияние на конструктивистов в журнале на литературном посту в 1930 году. Однако, сами конструктивисты не просто остались в живых, а оказали очень большое влияние на последующее поколение советских поэтов, потому что они уделяли очень большое внимание преподаванию. Если говорить о литературном центре конструктивистов, то такие его члены, как Илья Сельвинский и Владимир Луговской, они десятилетиями преподавали в литературном институте. Правда, в 1948 году Луговской был уволен из литинститута с формулировкой «За бытовое разложение», ну или, проще сказать, «За пьянство». Значит, это уже другая история. И третьим каналом, который сам был забыт, вытеснен и запрещен, было творчество Бухарина, который испытал сильное влияние Богданова, за что многие годы его, как сказали бы сегодня, прессовал Владимир Ильич Ленин. Вот. Значит, и теперь нужно немножко подробнее обсудить, как это соотносится с модернизмом и с остальными идеями Богданова. Что это было за концепция личности, которая была инфильтрована через Горького, Бухарина и конструктивистов в советский дискурс, и какое она имела отношение к модернизму с одной стороны и к модернизации с другой. Значит, прежде всего, значит, Богданов был едва ли не единственным членом большевистского руководства. Напомню, что в отчете Департамента полиции в 1903 год Ленин и Богданов были названы двумя самыми опасными террористами тогдашней России. Значит, ну, вот один из двух, но в отличие от Ленина, Богданов испытал очень большое влияние тогдашней философии субъекта. В первую очередь неопозитивистской, как известно, он очень много читал и пропагандировал Маха и Авенариуса, но, как я полагаю, также и неоквентианский, потому что, в отличие от Маха и Авенариуса, он очень много работал с идеей ценности, что в неопозитивизме такого интереса было гораздо меньше. И, значит, он, собственно, принадлежал к тем философам, которые на рубеже 19-20 веков постулировали, что единство «я» является иллюзией. Это как Андри Бергсон, Эдмунд Гуссер, Уильям Джеймс, и, значит, из их работ следовало, что смысл индивидуальности не в едином «я», а в уникальной конфигурации элементов индивидуального опыта и в присвоении времени к элементу опыта, то есть превращению мирового становления в пережитое время личности. Присвоенное время является новой точкой сборки субъекта, собственно, такая сборка субъекта, значит, новая сборка, динамическая, уже анестатическая, демонстрируется в последней главе романа Джеймса Джойса Улисс, так называемой потоки сознания. Богданов и как марксист, и как продолжатель традиции русской революционной интеллигенции предложил другой вариант ответа. Освобождение субъекта в условиях отсутствия постоянного «я» — это осознание личной воли как проекции неумолимых законов истории. Не присвоенное время, а над личной исторической телеологией, воплощенной в конкретном субъекте, вот что противостоит давлению общества. И таким образом получалась парадоксальная смесь абсолютно некритической марксистской ортодоксии и на уровне общих установок личности, и гетеродоксии на уровне повседневной жизни, потому что такое противостояние окружающей жизни было допустимо, если знать, что все окружающее — это только приходящее, как у Гёте в трагедии «Фаус», все приходящее символ сравнения, а надо сказать, что я не случайно упомянул «Фауста», потому что это было одно из любимых произведений Богданова, и он написал предисловие к книжке «Электронштадта» о Гёте в 1920 году. Вот. И таким образом предполагалось, что человек может отрицать окружающую действительность, отрицать ее значимость, потому что идея важнее. Вот именно такой комплекс идей был положен в 30-е годы в основу, так сказать, никогда не эксплицировавшейся целиком, но реализованного в риторике партийных органов, проекта нового советского интеллигента, который замечает вокруг себя отдельные недостатки, но считает их несущественными ввиду коммунистической идеи, ввиду того, что общее движение осуществляется в правильную сторону. И здесь, собственно, я уже сказал самое главное, если не считать того, что большевикам было свойственно инструментальное использование элементов дискурсов, конкурирующих политических сил, большевикам ленинской группы, потому что, собственно, Богданова часто называют антиленинским большевиком, так его назвал Джон Биггард в частности. И теория Богданова была использована с изъятием из нее идеи той важности критического мышления, о котором Богданов постоянно говорил, и с годами все больше. Последнее выступление Богданова, публичное, в 1927 году обернулось скандалом, потому что его ругали практически с пеной у рта тогдашние философы, в диапазоне от асмуса до гораздо более простодушных людей. А было оно связано с тем, что Богданов фактически предложил в каждом случае использования политических и философских терминов уточнять их значение и контекст, говоря, что большевики фетишизируют философские и политические термины. На него обрушились упреками в жанре того, что математики всегда употребляют х, не говоря о том, в каком контексте они х употребляют, потому что х всегда х. Дальше этого полемика не пошла. Но противоречие Богданова с ленинской линией в развитии большевизма и с тем проектом, который, собственно, потом победил, на этой последней дискуссии было явлено очень явно. Благодарю за внимание. Спасибо, что уложились в регламент. Владимир. Один у нас про микрофон, да? Ишковский. Спасибо. У меня несколько вопросов и комментариев. Первый вопрос – комментарий по поводу вашего метода. Вы занимаетесь интеллектуальной историей, и весь доклад, по большому счету, строится на идее влияния. Влияние одного на другого. Богданова повлиял на Бухарина, Богданова повлиял на Горького, на Богданова повлияли неокантианцы. И вопрос об источниках, по крайней мере, насколько мне известен Богданов, говорить о каком бы то ни было серьезном влиянии неокантианства или феноменологии не приходится. Он укоренен традицией позитивизма, тем более, что заканчивал он медицинский факультет. Это Спенсер, это Дарвин, это Маркс, это, может быть, Эрнст Гекель. Но влияния неокантианства там практически не было. И источники, опять же, или влияние Богданова на Горького. Если мы говорим о дискурсе о личности и субъекте большевистском раннего XX века, то, скорее всего, Горького стоит признать одним из главных представителей этого дискурса. И влияние Ницше именно на Горького. Здесь весьма существенно можно упомнить книжку Ханса Гюнтера о героическом мифе в советских дискурсах и о роли Горького в становлении вообще советской риторики «я и человека». То, что вы говорили, Богданов, множественность Богданова. И историографически я хотел бы упомянуть книжку совсем недавнюю Николая Гременцова, где он как раз попытался сделать попытку объединить Богданова-революционера, писателя и Богданова-физиолога, переливающего кровь, и объяснить загадку его пиктологии. И идея психологических связей между личностями и построения нового общества. В принципе, от чего умер Богданов? Он умер от переливания крови, совершая эксперимент в своем институте. И идея о том, что переливая кровь, собственно, это даже не в «Инженерии» в Мене, а в «Красной звезде» в другом его романе, показана, что переливание крови в итоге позволит нам избавиться от старения и создать новую общность людей, построенного на таких сиентистских, с одной стороны, а с другой стороны на абсолютно мистических началах. Собственно, идеи Богданова о переливании в 30-е годы были уже оставлены в прошлом. То есть, как это все увязать? И главный тезис ваш о влиянии Богданова на становление советской концепции интеллигенции. Возможно ли это доказать, действуя таким интеллектуальным методом? Спасибо. Довольно сложный комплекс вопросов. Что касается неоконтианства, я попробую объяснить, поскольку, по-видимому, моя позиция будет вызывать еще вопросы не только у вас. Я думаю, что Богданов не испытал прямого влияния неоконтианства, но само его внимание к вопросу о ценностях заставляет предположить, что идеи контианства до него дошли из вторых или третьих рук, что касается не от самих неоконтианцев. Возможно, что это было просто такое распространенное место тогдашней интеллектуальной журналистики, интеллектуального письма, которое, тем не менее, не является чисто неопозитивистским по своему происхождению. Вот что, собственно, я хотел сказать. Что касается вашего вопроса о влиянии, то я его разделю на два. Богданов и Горький с одной стороны, и вопрос о влиянии в целом. Значит, Богданов испытал тоже очень большое влияние Ницше, которого совершенно, что называется, не стеснялся, как и Горький. И книга «Собирание человека», она заканчивается, то есть «Очерк собирания человека из «Нединовый мир»» заканчивается фразой, эксплицитно отсылающий, так говорил Заратустра, новый человек еще не появился, но его контур ясно обозначается на горизонте. Значит, в этом смысле Богданов и Горький абсолютно говорили на одном языке, и им не нужно было, так сказать, никаких посредников. Поэтому вопрос о взаимовлиянии сложен, но я полагаю, что поскольку Богданов, как человек, профессионально рефлексирующий на более-менее философские темы, какие-то вещи формулировал в целом, я предполагаю, что он мог оказать влияние на Горького, хотя, вероятно, эта моя позиция требует дальнейшего доказательства и подтверждения текстами, на что я вполне надеюсь. Значит, что же касается общей идеи влияния, то я думаю, что тут вопрос достаточно сложный. Немножко я этот сюжет спрямлю для того, чтобы уложиться в отведенное мне время. Значит, если совсем коротко отвечать, то существуют три уровня, на которых можно было бы отвечать. Я полагаю, что существовало, да, прямое влияние Богданова, которое потом вырвалось в какие-то идеологические формулы и конструкты, ставшие анонимными и, так сказать, использовавшиеся в дальнейшем и в советской пропаганде. Второе. Существовала некоторая общая риторика организации, в том числе организации опыта, которая была отчасти уже анонимной, из Богданова не связанной, но, как я полагаю, отчасти обязанной своим происхождением деятельности эмпириокритицистов, вот БГ-искателей вот всего этого круга, с которым спорил Ленин в книге материализма «Эмпириокритицизм». Третье. Безусловно, существовали какие-то идеи, которые воспроизводились сами по себе в результате некоторых сходных типологических установок конструкции субъекта того, что в английской науке называется «construction of self» и так далее. Конечно, это все нужно разводить, но понятию конструкции советского субъекта в последнее время уделяется довольно много внимания, в том числе упомянутым выше Йоханом Хелбеком, людьми, которые с ним спорили, Иголом Халфиным. И я хотел обратить внимание на другую сторону того же коромысла, то, что кроме конструирования субъекта на уровне идеологических установок, существовала некоторая преемственность в воспроизводстве концепции субъекта, который был осознан конкретными людьми. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но вот как сказать, как мог ответить. Присванович или Петр? Спасибо. Спасибо. Если вы уделяете такое большое внимание опосредующим источникам, ретрансляторам, то вопрос о том, значит ли это, что такого непосредственного влияния на большого читателя не было, казалось, ваше утверждение о том, что он, особенно книжки не расходились, это подтверждает? То есть вопрос такой, читатели Богданова, была ли там какая-то шелка? Есть ли к тому же еще там, допустим, опосредование через Горького еще предстоит тщательно доказывать? Значит, я думаю, что эта задача тяжелая, но осмысленная, вот это вот, доказывать это опосредование, потому что, как я полагаю, что, ну, я позволю себе использовать типологическое сравнение с Хлебниковым. Влияние Хлебникова было гораздо более сильным через первочитателей, чем через людей, которые его читали, не производя собственных текстов. То есть вот влияние Богданова было более сильным через тех людей, которые читали его и производили собственные тексты. Потому что, собственно, концепции Богданова, они довольно сложным образом сочетали архаическую для того времени, как я полагаю, на ту философскую риторику, и, наоборот, мыслительные конструкции, которые убегали вперед времени. Поэтому концепция Богданова должна была быть упрощена или трансформирована, переведена на другой язык. В этом случае она становилась идеологически используемой. Что же касается непосредственных читателей Богданова, то я подозреваю, то есть людей, которые читали его и либо не производили собственных текстов, либо производили тексты дилетантские, я полагаю, что в их среде влияние Богданова быстро гасло. Ну вот, собственно, наиболее характерный пример – это деятельность пролеткультов. Я полагаю, что, собственно, в традиционной советской историографии обсуждалось постоянно влияние Богданова на пролеткульты и в связи с тем, насколько пролеткульты были вредны. Я полагаю, что это влияние шло по двум рукавам. То есть, условно говоря, было интеллектуалистское влияние Богданова, которое оказалось гораздо более глубоким и дальнодействующим, чем казалось еще недавно. А второе – это было влияние на малообразованных часто участников литературных групп пролеткульта, которые эти идеи Богданова либо не понимали, либо очень сильно упрощали. И тут очень характерна вещь, которую заметил Евгений Добренко, что театральные и кинематографические отделы пролеткульта были гораздо более художественно-продуктивными, чем литературные. Вот в этих театральных и кинематографических кругах были люди с собственными идеями. Например, молодой Сергей Эйзенштейн, который был в киногруппе пролеткульта. И, как показывает работа Пиэтики из Финляндии и еще несколько работ, по-видимому, воздействие Богданова на Эйзенштейна было более продуктивным, чем на участников групп литературных кружков пролеткульта. Я сожалею, у нас, к сожалению, уже нет времени. Я тоже очень... Прошу прощения за слишком длинный ответ. Очень интересный доклад. Я думаю, мы еще успеем в обсудить во время обеденного перерыва.